Приветствую вас. Смотрите, какая получается штука, Карина. Измены это всегда травма для человека, как для того, кому изменяют, как и для того, кто изменяет. К сожалению, это так. Для обоих партнеров это травма, и травма, к сожалению, достаточно серьезная. Измены всегда свидетельствуют о том, что у людей есть проблемы, у людей есть сложности, у людей есть трудности, у людей есть какие-то вот моменты, ну, такие, не самые лучшие, да. И опять же, то, что, например, говорите вы, это может быть, как бы, ну, может быть этого достаточно. Кому-то этого, может быть, недостаточно. Потому что вы говорите о довольно субъективных вещах, вы говорите о довольно таких вещах именно субъективных, да, то есть, ну, в том смысле, что это вот, там, допустим, для вас этого всего достаточно, но для человека, может быть, нет, это первое. Поэтому, измены это всегда, это всегда определенные проблемы. Измены это всегда определенные трудности в отношении. Как правило, это, скажем так, упущение перемен в другом человеке. Если девушка красивая, хорошая, ну, опять же, красивая, это субъективная, хорошая, это субъективная, искренне любовную, можно искренне любить, но при этом изменять в отношении гармонии. Опять же, гармония может быть только со стороны одного партнера, то бишь вас. Вы не можете отвечать за наличие гармонии у мужчины. Любая проблема обсуждается, обсуждается совместно. Ну, как бы, любая эта проблема может обсуждаться совместно, но тут момент в том, что по истечению времени определенного наблюдается круг, так сказать, привычных проблем, которые могут обсуждаться. Есть непривычные проблемы, которые обсуждаться, ну, как-то вот уже не могут. Если эти изменения упустить, то начнется накопление неудовлетворения. А, все то, что они устраивают, выясняется сразу. Как вообще можно избежать изменений? Ну, по большому счету, быть внимательным к партнеру, быть искренним. Вот. Именно искренним быть. И приучать своего партнера к тому, что будем точно так делать. Но, по большому счету, полной гарантии вы не добьетесь, потому что это отношение. В отношениях вообще стопроцентных гарантий не бывает. Поэтому, вот, если вам нужны гарантии, это не про отношения. В последнее время начал волновать этот вопрос. Ну, что произошло в последнее время? Так как боюсь этого, что и мне когда-то сможет изменить любимый человек. Ну, страх измены, правило родом из детства, без негативного опыта измены. И из того, как эти самые измены, точнее, как факт измены может, к примеру, повлиять на, допустим, вас, вашу самооценку и так далее. В большом счете, страх измены, это страх одиночества, это некое такое вот чувствование себя недостойное, чувствование себя незаслуживающей любви и так далее. Потому что сейчас в противном случае, на мой взгляд, причина измены, как бы, ну, сама измена по себе не может восприниматься, как именно вот такое, ну, личное оскорбление, да? Вот, а вы боитесь именно этого, боитесь того, как отношения, к примеру, могут измениться, если, ну, если вы, как раз таки, столкнетесь с этой историей про измены. Вот. Такой момент. То есть, понимаете, у вас что-то произошло, вам что-то случилось, и, собственно говоря, очень желательно рассмотреть, чего и почему вы боитесь. Вот. Ага, вот. Такая вот история, на мой взгляд. Это вопрос, конечно, уверенности в себе. И это вопрос вашего прошлого опыта. И это вопрос того, что вы, ну, боитесь, вот, человека потерять. Ааа, вопрос заключается в том, откуда страх, ааа, что вы боитесь, там, потерять, человек. Ааа, вот. Такая вот история. На этом, все. Я надеюсь, ааа, что, помог вам. Ага, желаю всего самого доброго, вам удачи, и надеюсь, что ситуация нормализуется. Продолжение следует...